Две сильнейшие любительские сборные Заречного разыграли Суперкубок города по футболу. На поле центрального стадиона вышли две команды – чемпион сезона «Ветеран» и обладатель Кубка Заречного «Аврора». Встреча двух лидеров обещала стать самой яркой игрой года. Надежды болельщиков оправдались. Ветеран, основу которого составляют бывшие нынешние игроки городской футбольной команды «Союз», с первых минут начали жесткий прессинг противника. Однако «Аврора» не зря носит титул обладателя Кубка города сезона 2015. Все попытки ветеранов открыть счет в решающем матче года натыкались на жесткую линию обороны. Впрочем, и «Авроре» в борьбе за Суперкубок пришлось попотеть. Однако яростные атаки и контратаки соперников не привели к результату. До конца первого тайма ни одной из команд не удалось распечатать ворота. В перерыве тренеры, видимо, провели разбор полетов, и на второй тайм игроки обеих сборных вышли с более жестким настроем. В атаках все чаще футболисты стали фалить, не жалея ни себя, ни противника. В этом матче как никогда все зависело от того, кто забьет первый гол. На кону Суперкубок, и в игре сильнейших команд города психология важнее техники. Однако малейшая неточность в атаке, и у соперника появляется шанс. Так и вышло. Небольшой ошибкой в обороне «Авроры» мгновенно воспользовался полузащитник ветерана Роман Орепьев и открыл счет. После этого гола борьба еще больше обострилась. Играть футболисты стали еще жестче, невзирая на правила. «Аврора» стала прибегать к грубым приемам, однако это не повлияло на исход матча. Точку в борьбе за Суперкубок Заречного по футболу сезона 2015 поставил нападающий ветерана Игорь Котов. «Аврора» уступила 0-2. Мне очень приятно, что Суперкубок, независимо от погодных условий, состоялся, выявился обладатель Суперкубка. И сегодня мы награждаем команду финалиста. Это команда «Аврора». Давайте поаплодируем ей. Победили Кубку города Заречного. Дипломом первой степени и обладателем Кубка в 2015 году стала команда «Ветеран». Поздравляем! Молодцы! Буквально игра шла до дна угола. Так удача получилась, что мы забили первую. Ну и, соответственно, потом уже команда раскрыла соперников, и мы на контратаке их поймали. И еще со счетом 2-0 победили. Ну и, естественно, физические, конечно, кондиции определенные. У кого как бы их больше оставалось, тот и должен был выиграть. К чемпионскому титулу «Ветеран» добавил победу в розыгрыше Суперкубка. «Аврора» по итогам сезона стала второй сильнейшей любительской сборной Заречного. Дмитрий Балясников, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».